Парк в Новой Трехгорке – излюбленное место отдыха жителей этого микрорайона. В теплые дни сюда приходят и с детьми погулять, и посидеть в компании у костра. Сегодня, по данным МЧС, по вине человека в подмосковных лесах и не только, происходит 98% возгораний. Категорически запрещается разведение огня на территории, будь то это населенный пункт, подворье свое, жилище, где люди проживают. Если это и проводится, если они там что-то сжигают, то обязательно необходимо принимать все меры безопасности. То есть должна быть прорыта небольшая канавка, ровик такой. Местный лес, а это ни много ни мало 7 километров ежедневно, патрулируют до 4 человек. Всего же в районе задействованы 40 добровольцев – представителей предприятий города. С 9 утра до 6 вечера они на боевом дежурстве. Территория нашего обслуживания составляет достаточно большую территорию. Это вот Новая Трехгорка, микрорайон, эллажерольная трасса Лазутина. И на противоположной стороне, за Минском шоссе, это Вырубу, Переделкино, из Малково, тоже наша территория. В лесу Трехгорки множество следов от возгорания. Несколько костров еще тлиют. Чтобы их локализовать, используют специальные рюкзаки с водой. Вот он сам рюкзак, у него влазит 20 литров. Есть карманы, получается, под шланг. Сам он получается резиновый, здесь лямки, ну и ручка, которая вставляется вот так. Вот сама крышка, которая заливается, вода заливается. О больших возгораниях, к счастью, они случаются нечасто, добровольцам необходимо сообщить в Госпожнадзор и полицию. Работы хватает. Дружинники не только заливают костры, но и выкидывают мусор после пикников, очищают площадки. Вот вся территория, практически вот ров как ведет, вот эта вся территория, здесь в основном место посещения. Ну, самые граждане всеместные, Трехгорки. Вот после них приходится патрулировать. Потому что очень много бросают мангалы, костры. Дружинники не вправе привлекать нарушителей к административной ответственности. Но последние должны помнить, если их поймают надзорные органы, штраф выпишут немалый, несколько тысяч рублей. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.